Всем привет, дорогие девочки! Я сегодня снимаю видео о моих фаворитах весны. Я хочу показать вам все те продукты, которыми я пользовалась, можно сказать, чаще всего в эту весну. Продуктов собралось, в принципе, немало. Так что, кому интересно такие видео, оставайтесь со мной. Итак, я начну, пожалуй, сначала с тональных основ. И первое средство тональное, которое я хочу отметить, это вот этот мусс от Нивея Идеал Финиш в номере пятом Абрико. Я уже не раз говорила об этом муссе, девчонки. Потрясающая вещь. Мне очень нравится он тем, что он прекрасно прикрывает все ваши недостатки на лице. Присечки, какие-то пятнышки, покраснения и так далее. Обладает очень хорошим маскирующим свойством. Поэтому мне оно очень нравится. При этом оно остается таким легким и невесомым на вашем лице. Видите, там уже образовалась дырочка, так как я пользуюсь довольно-таки часто. Вот. Поэтому я очень-очень довольна этим средством. Идеально подойдет для жирной кожи, для комбинированной кожи, как у меня. Я также думаю, для нормальной кожи тоже хорошо подойдет. Для сухой не могу сказать. Так как все-таки это средство аматирующее. Второе средство, девочки, я хочу отметить. Это от L'Oreal. Вот такой вот прессованный крем-пудра, который был с таким вот роликом. Тоже очень-очень мне нравится это средство. Оно сейчас в данный момент у меня на лице. Нравится также тем, что обладает прекрасно маскирующим свойством. Так как все-таки, я не скажу, что у меня такая супер-идеальная кожа. Но, по крайней мере, все недостатки и покраснения оно маскирует просто классно. Это у меня в номере пятом сабля. Сабля Санда. Так что, кому интересно, девчонки, присмотритесь к этому средству. Далее. Следующее средство – это BB-крем от марки Аньес Бэ, который я заказывала по интернету. Называется Cosmens. Эта серия уже возрастная, анти-Адж, то есть анти-лиды против морщин. В номере десятом – Beige Naturel, натуральный бежевый. Тоже классная вещь. Я тоже им довольно-таки часто пользуюсь. Он идёт с SPF 15. Вот. Идеально подошёл под мой цвет кожи. Поэтому я также им очень довольна. Далее. И ещё одно средство, которым я также пользуюсь. Это прессованный крем-пудра от Estee Lauder в номере первом фреско. Выглядит оно вот так. Это тоже уже антивозрастная серия. Это анти-рид-лифтинг. То есть это средство против морщин. И также для подтягивания кожи на лице. То есть лифтинг. Идёт с одним таким спонжиком. Спонж, кстати, очень-очень хороший. Очень мягкий, нежный. Прекрасно распределяет этот продукт на вашем лице. Вот и Estee Lauder. Далее. Перейду, наверное, сейчас к пудрам. Моими фаворитами за весну были... Эта пудра была от Max Factor. Которая называется Pastel Compact No Millilite. Я уже не раз говорила, девчонки. Я просто обожаю пудры от Max Factor. И также из тональной основы. К сожалению, я не часто могу найти этот продукт у нас. Но если я его нахожу, я его с удовольствием покупаю. Поэтому пудра от Max Factor суперская. Идеально подходит под мой цвет кожи. Вот тоже уже начинает появляться дырочка. Прекрасно ложится. Прекрасно держится. На лице её абсолютно не видно. Очень такая мягкая, мелкого помола. Вообще, я просто, если честно, обалдеть эта пудра. Это не первая пудра, которой я пользуюсь. Поэтому я этот продукт знаю. И также остаётся моим фаворитом пудра от Chanel. Mat Lumiere. В номере 70 Pastel со SPF 10. Но я в основном ношу её постоянно с собой в сумке. И в течение дня как бы поправляю макияж. Вылезно вот так. Далее. Следующий продукт, который был несменно фаворитом за эту весну. Он стал моим мастхэвом. Это палеточка от марки Too Faced. Которую вы также видели в моём видео. Палетка называется No Makeup Makeup. То есть макияж без макияжа. Очень мне нравится эта палетка твичонки. Она также... Все продукты у меня сейчас на лице. Потрясающая вещь. Всё это выглядит вот так. Ну и вы помните. Бронзирующая вуаль. Кремовый румяна. Прессованный румяна. Консилер. Кремовый хайлайтер. И высветлитель. Продукты очень-очень натуральные. То есть я имею в виду, что на лице они смотрятся очень натурально. Но единственное, я хочу сказать, что эта палетка всё-таки подойдёт больше для девушек со светлой кожей. Я думаю, что для смуглянок эта палетка не очень подойдёт. Потому что продукты всё-таки более такие по цветотипу светлые. Вот. И поэтому у кого светлая кожа, присмотритесь. Кстати, видите, бронзирующая вуаль, она практически у меня, ну можно сказать, недостаточно использована. Потому что я не так часто пользуюсь ей. Но остальным продуктам я пользуюсь, конечно, часто. Особенно мне нравится хайлайтер кремовый. Вообще суперский хайлайтер девчонки вот так же у меня на лице. Он даёт такой естественный блик и такой перелив на вашем лице. Вот. Дальше перейдём к глазам. Ну, моими несменными девчонки-фаворитами остаются тени от марки Дебора Милана, которые я очень безумно люблю. Потрясающе красивые тени. Они в данный момент у меня сейчас на глазах. Так что они перекочевали с фаворитов зимы в фавориты весны. Я им пользуюсь практически каждый день. Далее. Это была палеточка от Ивроше, которой я также пользуюсь на дневной макияж. Вылетит она вот так. Я думаю, все вы знаете. Эта палеточка, по-моему, была из рождественской коллекции. Вот. Вот такие цвета. Здесь очень красивые такие натуральные цвета. Но я в основном использую вот этот, вот этот и вот этот. Вот. На дневной макияж подходит идеально. Они такие неяркие, но сами по себе тени очень мягкие и прекрасно ложатся. Вот. Так что эта палеточка тоже у меня в фаворитах. Также еще одна палеточка, которую я очень полюбила. Палетка от Сифора, которой я также часто пользуюсь. С такими вот красивыми весенними, летними цветами. Очень люблю тени от Сифора. Я уже говорила вам не раз. Очень мне нравится их текстура. Мне нравится, как они ложатся, как держатся в течение дня. Абсолютно ничего не скатывается, не осыпается. При том, что я не пользуюсь базой под тени. Это номер четвертый. Это Ренели Пёрпл. Вот такая палеточка. И также однушечки от Сифора, которые я очень-очень люблю. Которым я очень довольна. Очень красивые тени. Это вот такие вот однушечки от Сифора. Вы видите, какие красивые цвета и какая красивая текстура. Также остаются моими фаворитами. Дальше перейдем к тушам. Туши для ресниц. У меня три фаворита. Вот эти вот туши для ресниц. Первая тушь. Фуси Папиона Клориаль. Я делала на неё обзор. Кому интересно, посмотрите. Хорошая тушь. Неплохая. Следующая тушь от Кристиан Диор. Диор Шоу Айкуню Кувер Кюрл. Вот эта вот тушь. Тоже я делала на неё обзор. Ну, что я хочу сказать, девчонки. Тушь сама по себе неплохая. Но мне не нравится то, что она очень быстро застывает на ресницах. То есть, если вот вы тут же не сделали второй слой, потом уже его сделать очень трудно. Потому что ресницы становятся такими деревянными. И, как бы, после первого слоя нужно наносить незамедлительно второй слой. Ну, так, в принципе, неплохая. Но куплю ли я второй раз, не могу сказать. И, конечно же, большим вниманием пользуется вот эта тушь от Сифора. Это лимитированная коллекция. От которой я просто-просто безумно девчонки. Она также перекочевала из зимних фаворитов весенние. Я её пользую практически каждый день. Вот. Жду, пока она закончится. Я думаю, что я вернусь в Сифору и снова куплю эту же тушь. Классная тушь. Она у меня также сейчас на глазах. Она делает ваши ресницы длинными, пушистыми и так далее. Так что, у кого есть возможность, девочки, присмотритесь. Далее. Перейдём сейчас к гелевой подводке от Maybelline. Вот эта вот подводка, девчонки. Вы знаете, я очень довольна, что я её купила. Я абсолютно не разочаровалась с ней. Я, в принципе, купила её под влиянием Ютьюба. О чём не жалею. Она также у меня сейчас на глазах. Я каждый день делаю стрелочки. Она стала моим мастхевом. Классная вообще суперская штучка. Я думаю, что все вы знаете этот продукт. Могу от души посоветовать, девочки. И кисточка сама по себе хорошая. И сам продукт хороший. И прекрасно накладывается, держится и так далее. Далее. Это карандаш для бровей от Christian Dior, который мне очень-очень нравится. Он стал тоже моим мастхевом. Выглядит ему вот так. Это в самом светлом тоне 653-й блонды. Но я говорила, что у меня брови сами по себе природой не тёмные. Поэтому этот тон для меня подошёл просто идеально. Мне нравится тем, что он твёрдый карандаш. То есть вы с ним никогда не переборщите. И здесь находится такая вот кисточка. Он также сейчас у меня на бровях. Если вам видно. Очень даёт такой натуральный эффект. Поэтому я очень довольна этим карандашом. В принципе, продукта много. Я думаю, что мне его хватит надолго. Дальше. Это тоже мой мастхев. Это гелевый карандаш-фиксатор от Givenchy. Также мой мастхев, которым я фиксирую брови. То есть я их укладываю. Хороший карандаш. Он, в принципе, уже тоже у меня, можно сказать, уже на подходе к заканчиванию. Ну, дальше подумаем. Либо я повторю этот карандаш, либо я найду что-нибудь другое. И теперь переходим к губам. Моими фаворитами за эту весну были вот эти вот 4 помадки. Которые мне очень-очень нравятся. Вот эти вот. Я вам сейчас расскажу по порядку. Это помадка от Christian Dior Addict в номере 866. Называется Extreme. Хорошая помада, девчонки. Мне нравится сама текстура помады. Она такая увлажняющая, лёгкая, хорошо держится на губах. Сам цвет такой красивый. Вот. Так что, кому интересно, кто любит такие вот увлажняющие помады, также можете присмотреться. Следующая помада, это помада от Bourjois, которая мне очень нравится. Я уже вам говорила в своём видео. Но, к сожалению, их сейчас очень трудно найти. Эти помады, они уже, по-моему, не производятся. Но я нашла её в саге случайно. Она в данный момент у меня сейчас на губах. Вот такой красивый цвет. Сама помада называется Soul Rouge. Номер 31, Trendio Rouge. Вот такая помада. Помада очень красивая. Я, в принципе, могу спокойно её пользоваться и при дневном макияже, вот как сейчас. Следующая помада от Clorance, которую вы тоже недавно видели. Эта помада в номере 12, называется от Chocolate, то есть горячий шоколад. Хорошая помадка, тоже мне нравится текстура её. Очень лёгкая, очень такая невесомая и увлажняющая. Я её покупала на каждый день, так что эта помада у меня, в принципе, для дневного макияжа. Вот. И последняя помада, тоже, которая была моим фаворитом и остаётся моим фаворитом, это помада от марки Nossi B. Вот с таким красивым весенне-летним цветом. Вы часто могли видеть её в моих видео. Очень такая удобная здесь кисточка, то есть спонжик. Поэтому я от этой помады просто без ума. Я часто её пользуюсь, так же при дневном макияже. Вот. И остаются контуры для губ. Ну, моим фаворитом остаётся карандашик, который перекочевал с зимних фаворитов весенние. Карандашик от Clinique. Он уже у меня заканчивается, девчонки, в номере седьмом. Вот такой карандаш. Очень классный, суперский. Я им пользуюсь каждый день, поэтому он у меня уже почти закончился. И два карандаша от Clorans, которые тоже мне очень нравятся. Вот эти вот карандаши. Это карандаш в номере семь паприка. Он также перекочевал из зимних фаворитов. Но я в основном пользуюсь при вечернем макияже. И второй карандаш в номере пятом Azalea. Очень красивый цвет такой, вы видите. Так что на дневной макияж, я думаю, подойдёт просто идеально. Вот. Ну, ещё я бы, конечно, хотела бы отметить вот что, девчонки. Я бы хотела отметить вот этот Beauty Blender от Sephora. Это новиночка, которая вышла у них. Суперская вещь. Она также стала моим мастхевом. Я, можно сказать, пользуюсь практически каждый день. Прекрасно, прекрасно накладывает продукт. Вот. Также кисточка от марки Anies B для нанесения тональной основы. Которую я также заказывала по интернету. Которая меня не разочаровала. Очень классная кисточка. Очень такая, можно сказать, мягкая. Хотя она довольно-таки плотно набитая. Но она прекрасно справляет свои функции. Прекрасно накладывает тональную основу. И были кисточки от Sephora. Которые тоже стали моими фаворитами весны. Они у меня лежали новые. Но я вот начала им пользоваться. Это вот эта вот кисточка от Sephora. Я ее обычно накладываю хайлайтер. Вот на эти места и под гровь. Вот эта кисточка для бронзера и для румян. Тоже очень такая приятная, удобная. И также кисточки от Sephora. Вот такие две. Которые тоже стали моими фаворитами. Вот такие они раскладывающиеся. Этой кисточкой я пользуюсь каждый день. Я наношу пудру. Вылезет она вот так. Тоже классная кисть. Вообще мне кисти от Sephora очень нравятся. И вторая кисточка подобная. Но я ношу ее в основном в косметичке. Она поменьше размера. И тоже выполняет функцию нанесения пудры. Вот. Ну, теперь, в принципе, можно сказать и все. Вот такие были фавориты весны. Я надеюсь, что вам понравилось. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Комментируйте. И до скорых встреч. Все. Всех целую. Чао.